Минулого року податок за официйную акцизную продукцию склав больше, чем 10 миллиардов гривен, а это понад пів миллиона ЭПИВ-дронів для фронту. Наши податки наш за хест. Высоких потерян на фронте в российской армии наблюдается дефицит солдат. Это может заставить Кремль начать новую мобилизацию еще до конца года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны РФ. Издание отмечает, что сейчас потери в российской армии самые высокие с начала полномасштабного вторжения в Украину, а региональные чиновники РФ не могут выплатить более третий квот на призы. По словам источников Bloomberg, официальные лица в Москве новую волну мобилизации могут назвать ротацией, а объявить об этом будут вынуждены еще до конца 2024 года. Вторжение Украины в Курскую область России, которая не встретила значительного сопротивления, подчеркнуло вызовы, с которыми сталкивается Кремль в войне. Неспособность России отразить украинскую атаку и восстановить контроль над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов. Москва имеет сотни тысяч военных на линии фронта на востоке и юге Украины, где она сталкивается с увеличением потерь, а боевые действия в основном заходят в тупик. Из статьи Bloomberg. Нехватку кадров в российской армии подтверждает и руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, острые проблемы с человеческим ресурсом в воинских формированиях РФ начались около четырех месяцев назад. По прогнозам Буданова, к лету 2025 года Кремль будет вынужден либо объявить о масштабной мобилизации, либо остановить войну, развязанную против Украины. При этом на выплаты военным Россия тратит огромные средства. С начала полномасштабного вторжения сумма бонусов за подписание контракта с Министерством обороны от регионов выросли 80 раз, почитали экономисты. В некоторых областях, чтобы завлечь на войну, выплачивают уже более полутора миллиона рублей. Это около 16 тысяч долларов единоразово. Однако поток россиян, желающих ехать на фронт, все равно уменьшается.